Добрый день всем подписчикам нашего канала Кладка печей в Ужевске. Меня зовут Александр Николаевич и в этом коротком ролике я отвечу на вопрос читателей, где печники берут топочные дверки с большим коробом из нержавейки. Итак, кроме самой дверки нам понадобится кусок нержавеющей жаростойкой стали 0,5-1 мм, лучше если она будет зеркальной. Для дверцы 21х25 см нам необходим кусок размером 93х25 см, это примерно на 300 рублей, и болты с гайками 4 мм. Из нержавейки, либо просто оцинкованную. Далее мы вырезаем вот такой короб, сверлим в нем 4 отверстия и крепим его на болты, после чего срезаем болгаркой выступающей части болтов. Этот метод установки топочной дверцы используют для изоляции облицовочной стены от топки высоких температур. Он позволяет использовать для облицовки печи даже пустотелый кирпич на цементном растворе. Между стеной и коробом прокладывают огнестойкий уплотнитель, например базальтовый картон, или более дорогой и надежный, как в моем ролике, супер сил. Сверху для дополнительной фиксации у меня прикручена на те же болты полоска стали, она не будет подвержена высоким температурам и продержится очень долго. Короб должен составляться достаточно плотно. Также не забываем, что все что мы делаем проверяем уровнем, отвесом. По горизонтали топочная дверца должна быть горизонтальна, по вертикали немного отклонена, чтобы на 1-2 мм верхняя часть должна быть углублена по отношению с низом, чтобы в любом положении дверца самостоятельно. могла закрываться под своим весом. Если что-то непонятно в этом ролике, то подробности можно найти на сайте основаремонта.ру, администратором которого я являюсь. Также там вы найдете более 100 порядовок печей и каминов. Либо в нашу группу ВКонтакте, кладка печей в Ужевске. Заходите, подписывайтесь. О том, как выглядит эта дверца внутри, я покажу в следующем ролике, где будет показана кладка казана круговая. Продолжение следует... Продолжение следует...